Добрый день, Елена. Здравствуй, Серёжа, дорогой. Поздравляю тебя с наступившим Новым Годом. Сегодня 1 января 1915 года. Желаю тебе радости, счастья, любви, успехов. Любви, кстати, взаимной. Успехов в нашем деле. Как у нас там дела по поводу Земли? По поводу Земли? У нас с Землей уже определились. Ну, скажем так, что пока я не буду оглашать, где и что именно, где какие договора подписаны, в марте месяце по плану уже должно начаться работы на Земле. Ипосредственно уже будет, ну, уже сейчас в данный момент идут уже проектировочные работы. Конструкторское бюро работает, делают чертежи, делают расчёты. Ну, разработка, короче, все необходимые. А в марте месяце мы выходим уже на Землю непосредственно. Начинается забивка свай и строительство тестовой площадки. Угу. Но это не оглашается для того, чтобы не сглазить. Потому что уже был такой момент. У нас есть уже некоторые намётки, но вполне возможно, будут ещё какие-то дополнительные предложения, более интересные, более выгодные. Ну да. Выгодные для инвесторов и для технических, конечно, решения. Ну, хотя у нас тут, собственно говоря, условия, чем хуже, тем лучше для нас, потому что наша технология рассчитана и работой в горной местности, и в болотах, и в тайге где-нибудь там можно у нас, и в вечной мерзлоте. Ну да. Так что таких мест у нас и в России, и за рубежом, и даже в вашей Швейцарии, наверное, хватает. Ну, хватает. У нас здесь гористая местность, вот в частности, где я живу. И, конечно, здесь вот в пробках поехали 3-го, какого, 28-го числа, суббота была, поехали в Италию кое-что купить, кое-что посмотреть, себя показать. И, в общем-то, когда обратно ехали, у нас там есть магазинчик в Фокстаун. Стояли в пробке, вот потому что все вот эти машины, которые там стояли, они ехали в этот Фокстаун. Я не знаю, там было, наверное, стопотворение. Вот, и я так подумала, что вот тем людям, которые едут именно вот по своим нуждам, не обязательно иметь автомобиль, если ты поехал купить какое-то платье красивое в этом магазине, или какие-то подарки. Можно поехать вот на транспорте господина Юницкого. Дай Бог ему здоровья в этом году, и чтобы у него все сложилось, все задуманные вещи, которые он, в общем, наметил по плану, сложились именно так, как он задумал. Потому что нам всем это выгодно. И что еще хотел у тебя спросить? Ну, как у тебя настроение, дорогой? Настроение у меня отличное. И даже на одной из конференций, на последних, сказали уже о том, что, ребята, давайте, друзья наши, провозгласим 2015 год годом Skyway. То есть это именно то время, когда мы уже действительно состоялись как компания. То есть уже есть инвесторы, уже есть техническая база. И теперь нам только вперед. Да, остается только работать. Только вперед. И самое интересное, Леночка, я хочу и тебе сказать, и всем нашим партнерам, которые будут нас слушать, и, может быть, новички какие-нибудь к нам придут, наверняка придут, конечно, им тоже это будет интересно. Я могу подвести итог уходящего года. Будьте любезны. Понимаешь? Я думаю, что это интересно. Я тебя спрашиваю, мне это интересно. Какие у тебя итоги? То есть мы проходим еще, у нас обучаемся в ционной грамотности, и всем нам настоятельно рекомендуют вести журнал учета расходов и доходов. Ну вот и каждый год я все-таки подвожу итог уходящего года. А какой он был? Какие результаты? Где такие были совершенные ошибки, чтобы в будущем их не совершать? И хочу сказать, что 18 марта, когда я был зарегистрирован в компанию Skyway, и где-то, наверное, с апреля месяца начал активно в нем работать, то есть фактически у нас это получается 9 месяцев. 9 месяцев этого прошлого года я работал в компании Skyway. И за это время у меня было обналичено в общей сложности около полмиллиона рублей в течение года. Я считаю, это уже хороший результат. Но дело в том, что приобретено большое количество акций. Это сейчас я вам покажу всем, чтобы у нас не быть голословными. Так, вот это вот сайт головной компании. Головной компании. Здесь у меня, вот нажимаю мои сертификаты. И вот так потихонечку, потихонечку я покупал акции. Самый первый сертификат у меня был приобретен как раз, по-моему, 1 апреля. Сейчас, одну минуточку. Да, вот 1 апреля первые 260 тысяч акций у меня было приобретено. И потом, видите, вот по дням, по дням приобретал, приобретал. И даже вот есть такие крупные пакеты, как вот 1 миллион акций, 3 миллиона акций. Он какой-то молодец. Дальше здесь шли, ну тут более мелкие. И таким образом получалось следующее, что, и самое интересное, вот эти все, ну практически все покупки были сделаны за счет того, что мы получаем здесь 2 зарплаты. Мы получаем здесь зарплату на бонусный счет и зарплату на акционный счет. То есть с бонусного счета мы обналичиваем, я это делал, обналичивал, утратил на жизнь. А с акционного счета я все тратил вот именно на покупку акций. И таким образом сложилось очень большое количество. И даже вот сейчас вот если посмотреть, сколько сегодня это стоит, друзья наши, вот давайте немножко посмотрим. Посмотрим вот тут, ну в общей сложности получилось примерно около 6,5 миллионов штук. Это вот видите, вот здесь вот если взять 6 миллионов, на сегодняшний день, на 1 января 2015 года, это стоит 800 тысяч рублей. То есть с единым пакетом, если покупать, это 800 тысяч рублей. То есть, скажем так, это реальная цена, сколько стоит вот это количество акций. Ты уже богатый человек, Сергей, я тебя поздравляю. Да, ну я думаю, что на этом останавливаться не стоит. И хочу сказать, что это может каждый. Абсолютно каждый человек, который у нас сегодня, в ближайшее время начинает двигаться в нужном направлении, делать какие-то шаги. То есть, во-первых, просто компания очень хорошо оплачивает работу наших менеджеров. Поэтому можно быть здесь как акционером, просто акционером, купить пакет и сидеть ждать, когда выйдет на биржу. По плану выход на биржу у нас запланирован на весну 2017 года. То есть, в то же время, любой человек также может быть и менеджером компании. И предусмотрено партнерское вознаграждение за работу. Поэтому вот именно вот это количество, ну, примерно вот это количество акций у меня именно заработано по партнерскому вознаграждению, надо понимать. Ну, вот это как ты. Да, и это может каждый. Вот, также, хочу сказать, два месяца назад у нас еще появился фонд, фонд Skyway Invest Group. Skyway Invest Group, вот это кабинет фонда у меня. И хочу сказать, что здесь условия еще более, ну, они рассчитаны. Может быть, цены немножечко отличаются от головной компании. Я хочу сказать, что это очень интересно для тех людей, которые получают маленькую заплату, зарплату и могут отложить, например, 20% или 10% именно в этот акционерный фонд. Для того, чтобы деньги не обезвлечились. Вот. И наоборот, приумножились со временем. Да, ну, вот видите, вот. Потому что, да, это обычно. Я хочу сказать, что, вот видите, тут сейчас вот в данный момент добавлен пакет новогодний, он всего лишь 5 фунтов. То есть, это где-то в районе 400 рублей человек может сделать минимальную покупку. Также и более пакеты есть по 10 фунтов, 2 тысячи фунтов. То есть, для всех, на любой кошелек, так скажем, любой человек может стать у нас инвестором. Леночка, давай мы немножко сейчас остановимся уже. Я пожелаю всем нашим партнерам удачи, счастья, успехов в новом году. И побольше акций нашей компании. И, так скажем, чтобы у людей было хорошее настроение. И они получали удовольствие от получения дивидендов. И деньги тратили на себя и на своих семей. Так? Правильно. А мы пришли на эту землю, чтобы получить удовольствие. Так, между прочим, родились. Для получения удовольствия. Вот мы будем это делать. А кто с нами, всегда примем. А кто не с нами, ну что сделать? Всегда так было и есть. Всем удачи и счастья в новом году, да? Да, всем удачи и счастья. И спасибо тебе, Сережа, за твой звоночек, дорогой. Мой спонсор.